Здравствуйте! Сегодня мы начинаем очередную передачу из рубрики Проба пива. С вами я Иван Балтиков. Сегодня у меня выпуск посвящен нашему местному пиву, анонс которого я уже давным-давно обещал. Это пиво бобров черное. Вот сегодня у меня дошли руки выполнить свое обещание и попробовать пиво бобров черное. Бутылочка уже правда другая, емкостью 1 литр. Ту бутылочку я уже давно приходовал, к сожалению не под камеру. Поэтому пришлось покупать новую, чтобы выполнить обещанную передачу провести. Итак, сегодня у меня еще выпуск уже пред поездкой в Турцию, поэтому на мне соответствующий головной убор. Ну что ж, приступим. Итак, пиво бобров черное. Емкость 1 литр. Выпускается в емкостях 0,5 литр, 1,4 литра, кек 5 литровый под заказ и разливное. Выпускается в Архангельской области, поселок Боброво. В принципе, пивоварня, я уже рассказывал о ней, довольно имеет продолжительную историю. Перевезена была из города Онеги оборудование большая часть. И как бы традиции перешли тоже от онежских пивоваров. Само пиво варится в таких больших масштабах написанную. Легенда. Элитное живое пиво, обладающее уникальным вкусовым букетом. Темное, фильтрованное, не пастеризованное, без консервантов. Экстрактивность начального сусла 14%, алкоголь 4,7%. Состав. Вода, солод ячменный, хмель, пивные дрожжи. К сожалению, не указан, какой конкретно использованный ячменный солод. Но, так как пиво темное, скорее всего, тут использована комбинация из различных сортов. Может быть и добавлен жженый, карамельный, ну и обычный солод. Вот, пиво имеет, покупайте местный знак, типа медальки, тоже 2000 какого-то года выпуска, изготовитель, старая свобода. Как я уже говорил, приморский район, поселок Боброво. Так, открываем бутылку. Пиво тут пену немножечко давал, когда я его доставал. Так. Ну вот, чувствуется аромат. Пиво есть. Дает нотки. Нотки немножко. Чувствуется темного пива. Жженка вроде есть. Наливаем в кружку фирменную. Министерство речного флота РСФСР. Итак. Как вы можете обратить внимание, пиво дало пену, даже в этой кружечке. Пена довольно такая равномерная. Сверху небольшие крупные пузырьки, сами пузырьки внизу маленькие. Пиво действительно черное. Сквозь него я вроде особо ничего такого не вижу. То есть, оно довольно непрозрачное. Так. К сожалению, у меня в этот раз сухариков нету, или что-нибудь такого, чтобы положить на шапочку. Но шапочка вроде как довольно плотненькая. Сейчас попробуем. Значит. Пиво действительно присутствуют. Оттенки некоторой жженого сода. Однако, они не так сильно бросаются в глаза, как в других сортах, где есть жженка. Тут жженки не так сильно выпечено. Есть небольшой, чуть-чуть небольшой привкус пива. Однако, на мой взгляд, пиво немножко водянистое. Чуть-чуть. Не знаю, с чем это связано. Но, в принципе, пиво неплохое. Неплохое темное пиво. Пена оставляет следы на стаканчике. На кружечке. То есть, можно судить, что не совсем уж там. Гадостно мешали. Да. Такое. Немножечко, чуть-чуть такого. Этот самый. Вкус черного пива. Такой довольно немножко, как бы сказать. Ну, можно сказать сбалансированный. Что нет такого яркого. Жженый, который все забивает. Как он был в одном из предыдущих сортов. Так что, классика архангельского пивоварения. Есть классика архангельского пивоварения. Если будете у нас в Архангельской области. Можете брать на пробу. Пиво бобров черное. В принципе, оно вас не подведет. Я не скажу, что это там совсем уж 5 звезд. Но, думаю, что на четверочку твердую, на мой взгляд, пиво тянет. С вами была проба пива. И я, Иван Балтиков. До скорых встреч. В следующем выпуске я постараюсь подготовить по возможности до отъезда на море. А там уже, где-нибудь только в мае. Всего доброго. До свидания.